здравствуйте товарищи у нас сегодня самый что ни на есть исторический видеоролик который возможно войдет в аналл истории у нас сегодня образец которому буквально сегодня стукнуло 45 лет 45 лет ребята у нашего образца сегодня юбилей бакон юсса ребят возвращаемся мы достопамятный советский союз интересно какая процентовка наших зрителей была рождена в эти годы и ранее у нас сегодня образец из закромов родины шардоне 76 года выпуска maiden юсса ребята раритет было принято решение не хранить его конечно же никакие коллекции то есть бесполезно до его дать и могут отлеживаться потому что в принципе конечно скорее всего вино естественно умерло сургуч старые местами уже понятно что отвалившийся бутылка к сожалению стекло прозрачная и в общем-то не предназначена по идее для хранения для длительного вот неизвестно насколько вы откладывали члены политбюро в закрома родины вот но вот такой у нас ребят экзотический экземпляр и идея какая как известно как известно у нас сегодня праздник у нас сегодня с вами 1 января 2021 года 45 лет назад была закладка этого вина интрига как всегда в чем что сколько я себя помню сколько я встречал мнений ровесников не ровесников неважно во что же превращается вино спустя такие долгие годы понятно что бывает вообще пиратский до что известно со дня моря подняли какой-нибудь какой фрегат там пиратский вот испанский галеон и достали оттуда какие-то образцы но наверно с крепким спиртным при условии что до давление не сказалось и пробку не пробило наверное что то там может быть и остается с крепким алкоголем вот посмотрим значит есть две версии развития событий что как правило у народа есть мнение какое что вино что вино превращается соответственно в уксус это устоявшиеся мнения или второй вариант наш к чему я склоняюсь что она будет разрушенная структура вина в принципе вино будет мертвое и скорее всего блеклое без каких-либо признаков вообще интересных а уже заключается еще вот чем история у меня недавно клиентка какой недавно неделю назад прикупив мутон ротшильд там партию из различных годов решила все таки один образец открыть который стоил больших денег и восемь четвертого года и оказалось что вино ребята к сожалению мертвое да визуально пробило пробку вино пробило да всю пробку от начала до конца понятно окислительные процессы и до пить было невозможно она вылила это в раковину восемь четвертый год понятно почему многие сейчас и склоняется что пробка натуральная она уже грубо говоря не нужно потому что есть дескать прессованная прессованная важнее вот но вот это факт у нас аж 76 год да спасибо конечно большое за вино моему клиенту это подарок от моего клиента дениса большое ему спасибо вот будем смотреть наблюдать ну что вот визуально интересно пробка пробка советских времен советских времен визуально буквально одна пятое пропитана вином а пробка в целости причем она прессованная да в советском союзе у нас же не было корковые то есть какой-то зимбабо нам не поставляла корковое дерево и корку и кору соответственно пробкового дерева поэтому нас пробки были прессованные запах как ни странно но нейтральный даже какой-то ягодный пробка выглядит но в общем-то неплохо вот это интересно осадка в вине осадка не наблюдается мы могли бы через декантер его пропустить вот через декантер но считают что вино таких вот такого возраста но в принципе в принципе умирает после декантации и как бы в нем не нуждается во всяком случае в длительный ну что очень интересно ребят вину 45 лет 45 лет аккуратненько наливаем интересно что же нас ждет очень интересно ребят как ни странно цвет ну цвет имеет некую насыщенность и даже неплохую зеленоватыми оттенками ножки ну ножки какие тут ножки но что-то даже проглядывается как ни странно какие-то ножки когда 45 лет образцу ребята но пахнет вином что интересно уже господи я это вино ребят по аромату ребят реально вино скорее какие-то оля мускатные ноты мускатные ноты немножко сладковатые чуть заизюмленные слушайте ребят я в шоке можно конечно было дать ему еще полежать и хранить и потом и не знаю открыть его в сто лет но это забавно но по аромату это невинный материал это ребят даже вино цвет честно говоря правда янтарный даже где-то маслянистый минут вино такое тяжелое ребят я честно говоря в шоке обоскражен 76 год до нос ребят шардоне что так сохранилась вот я конечно немножко в шоке совершенно благородный нос ну что перекрестившись страшно не страшно конечно многие боятся как у моих клиентки с мутону ротшильда муж сказал не пей потому что отравишься вот страшно конечно немножко ребята подумайте вам вино слегка моложе чем я ужас ну что пробуем страшновато ничего не сделаешь ради искусства ребят я в шоке мало того что это вино вино сохранило вообще все характеристики обалдеть я честно говоря в шоке потому что в послевкусие как минимум среднее непростое смысле что это не да уже не мертвое вино абсолютно не мертвое вино вот оно да как вы говорим немножко заизюмленное малость именно сладковатые странами вот как бы до выдержки об спиртозности есть и то что естественно ее нет но она какое-то структурированное она не мертвое как часто встречаешь белый вин уже там шесть или восемь лет ему но уже распавшиеся слушай но они ближе портвейном конечно нельзя сказать каким-то хересом какой-то там массандрия но немножко надо что-то напоминает вот эту тему такой у нас до массандровского выдержанного как укрепленных вин по ощущениям но нет конечно не крепости ничего но сладости нет потому что это шарданы в чистом виде я честно говоря поражен даже кислотность чувствуется легенькая слушать единство вот вам вопрос маслянистая слушаю какой-то шедевр просто плотная всеми характеристиками вина хоть вот как только что прям лучшие образцы недавние в общем удивление вызывает единственный вот остается какой только момент ребят посмотреть что с ним произойдет через 15 минут через 30 в итоге через час погибнет она вот при аэрации воздействия с воздухом или нет но то что сейчас происходит меня конечно обескураживает такой не может быть но вину сегодня 1 января 21 года исполнил 45 лет этому шардане еще с просторов ссср закладка шардане 76 год ребят я в шоке пойду сейчас наблюдать вот такой у нас соответственно сургуч старый убитый вот я говорю что закладка до 76 год сделаны в ссср совершенно живое действительное вино я в шоке вот такая у нас в итоге пробка да то есть вот насыщенный буквально одна там восьмая вино вино как да как подтверждение получается теория верна что прессованная пробка сработала несмотря на не только не четверть века а уже ребят спустя полвека советский союз шардане 76 год ребята я в шоке я пойду дальше смаковать изучать предмет нас всех ребят поздравляю вот все о чем мы говорили как много поколений говорил что же из себя представляет вина таких годов вот вот оно свершилось ребят я в шоке я всех нас поздравляю с таким вот экспириенсом где такой сейчас такой опыт найдешь приобретешь или за какие деньжище спасибо моему клиенту денису спасибо большое потому что когда бы я такой попробовал ребята счастливо до свидания до новых встреч на нашем канале до новых встреч до новых встреч до новых встреч мы мы Продолжение следует...